Здравствуйте, уважаемые подписчики и друзья, а также гости нашего канала. Фикус, довольно известное комнатное растение. Существует очень много видов и сортов этого растения, но все они подвержены опаданию лисеев. Это происходит по разным причинам. В теплое время года это обычно из-за высокой температуры, это из-за полива, то ли переливы, то ли недоливы. Не хватает влажности, воздуха высокая. А вот в холодное время играет большую роль, это же, конечно, короткий световой день. И у многих фикусов, в частности, у фикусов Бенджамина начинается тоже опадание листьев. Также играет роль большая температура зимой. Но для разных видов фикуса причины совершенно разные. Но сегодня в этом видео мы будем говорить не о причинах, а я расскажу, как правильно, быстро и надежно, самое главное, легко реанимировать фикус. Сделать его по-прежнему таким красивым, чтобы листва радовало нас круглый год. Итак, друзья, существует два метода, по которым можно очень быстро и легко реанимировать фикусы. Первый метод – это метод с помощью препарата Эпин. Как это делается? Для этого один миллилитр этого препарата нужно развести в пяти литрах воды комнатной температуры и опрыскивать растения по листве, по оголенным стебелькам. Если это холодное время зима, тогда нужно обязательно всеми доступными методами увеличивать влажность воздуха у фикусов. Ну и, конечно же, устранять причины, почему это случилось. И второй метод, самый интересный метод – это метод доктора Пилюлькина. Помните «Приключения незнайки» книжку, где доктор Пилюлькин всех жителей цветочного города лечил своим методом? Чем? Правильно, касторкой. Действительно, это очень уникальное, быстрое средство. Раствор касторового масла, который оздоравливает фикус. Сделать его можно очень легко и быстро. Сейчас я расскажу, как. Для этого нам потребуется касторовое масло и обычная вода комнатной температуры. Одна чайная ложка касторового масла разводится в одном литре воды комнатной температуры. И сразу нужно опрыскивать. Но перед этим хорошо-хорошо взболтать. Сделать так, чтобы раствор был однородным. Если раствор опять будет оседать, масло будет сжиматься, опять нужно взболтывать. И сразу же опрыскиваем. Этой процедуры обычно хватает один раз можно использовать. Можно два, но не больше, в месяц. Этого достаточно. А можно опрыскивание заменить поливом. Но, друзья, перед этим нужно фикусы обязательно полить. И только по истечении двух часов, опять-таки, раствором касторового масла, как я рассказала, можно поливать фикусы. Для того, чтобы не обжечь корни. Земля должна быть влажной. Друзья, я на своих фикусах опробовала оба метода и осталась довольна. Поэтому в своих комментариях ко мне, пожалуйста, напишите, какие методы вы применили, если применили мои методы. Как они повлияли на ваше растение, на ваш фикус. Помогло ли это растение. Жду ваших отзывов с нетерпением. Ну и, конечно же, до скорой встречи в следующем видео. Пока, друзья.